Видимый объект, некая форма, предстает перед нашими глазами. В этот момент у нас появляется зрительное сознание, сознание глаз. Зрительное сознание обусловлено внешними видимыми объектами. В то же время, если нет света, мы ничего не увидим. Следовательно, свет – то же условие. Существует так много условий, чтобы появилось то или иное сознание. Точно так же, когда звук достигает ушей, появляется сознание слуха, сознание ушей. Когда запах достигает носа, появляется сознание обоняния. Точно так же, когда что-то, обладающее вкусом, касается языка, появляется вкусовое сознание или сознание языка. Когда что-то касается тела, появляется сознание осязания. И так, в зависимости от того, какое из пяти органов чувств затрагивает объект, появляется то или иное из пяти типов сознания, мыслей. Помимо этих типов сознания, существует так же вид сознания, называемый сознанием ума. Оно возникает тогда, когда вы что-то воображаете. Оно появляется от некоего ментального объекта, какой-либо идеи. Например, вы думаете о каком-либо событии в прошлом, либо о будущих планах. В такой момент возникает сознание ума. В соответствии с данной классификацией мы имеем шесть типов сознания или мыслей. Это один из вариантов – делить сознание на шесть групп. Иначе мысли можно разделить на четыре вида, в зависимости от области, к которой они принадлежат. Я уже упомянул, что сознание возникает от объектов чувств. Когда появляется сознание, обусловленное объектами чувств, то есть обычный тип сознания, оно называется сознанием, принадлежащим к области чувств или чувственному уровню, как переводят некоторые исследователи. Итак, существует тип сознания, принадлежащий к области чувств или чувственному уровню, и мы называем его Камавачара Читта – сознание, связанное с объектами чувств. Камавачара Читта – сознание, связанное с объектами чувств. Некоторые йогины испытывают отвращение к этим объектам чувств, к чувственным удовольствиям, и пытаются избавиться от них. Они видят сильную опасность во взаимодействии с объектами чувств и пытаются отстраниться от них. Они практикуют вид концентрации, ведущий к более высокому уровню сознания, на котором чувственность и чувственные желания подавлены до некоторой степени. Эти йогины подавляют гнев, зависть и подобные им неблагие состояния ума и поднимают свое сознание до более высокого состояния. Их сознание поднимается к более высокому ментальному уровню. Достигнув этого состояния, йогины теряют стремление наслаждаться грубым физическим телом и не желают более пребывать и перерождаться в нем после смерти. И поэтому их перерождение происходит в тонкой материальной сфере, согласно их ментальному развитию. Все сферы созданы нашим умом. В соответствии с развитием ума, с уровнем ума, некоторые после смерти могут переродиться в тонкой материальной сфере. Тип сознания, ведущего в этот мир, называется сознанием, относящимся к тонкой материальной сфере. Оно не содержит ни одного темного качества, ни одной неблагой ментальной характеристики, такой как гнев и тому подобное. Люди, развившие свой ум до такого уровня, наслаждаются определенным спокойствием, блаженством и безмятежностью. Однако некоторые йогины путают это состояние ума с совершенством, совершенным счастьем, совершенным блаженством и привязываются к этому состоянию. Поэтому Будда объяснял природу этого типа сознания и показывал его непостоянство, невозможность остаться в этом состоянии навсегда. Когда развитая сила, позволившая достигнуть этого состояния ума, истощается, что может случиться и через миллионы лет, йогины возвращаются, падают из той области и могут снова родиться людьми. Будда объяснял, что радость и блаженство в этом состоянии, в этой сфере, не вечны. Это состояние подлежит изменению, поэтому оно неудовлетворительно и лишено «я». Будда хотел донести до людей, что это состояние также непостоянно, хотя и является более высоким и приятным, по сравнению с низким чувственным состоянием ума. Будда давал разъяснение касательно природы этого сознания и касательно способа достижения этого уровня. Есть другие йогины, которые чувствуют усталость как от чувственности, так и от тонкого материального уровня. Они развивают свои умы до более глубокого состояния и видят опасность и неудовлетворительность тонкого материального уровня и испытывают отвращение к нему. Тогда они пытаются достичь еще более высокого уровня. Они понимают, что любое материальное тело, грубое или тонкое, непостоянно и подвержено изменению. Понимают, что сознание, связанное с этими состояниями, также изменчиво, непостоянно и неудовлетворительно. И тогда они понимают, что нужно достичь еще более высокого состояния. И так они полностью отказываются от стремления к какому-либо виду материального состояния, от стремления к связи с материальным состоянием. Они пытаются отстраниться от любой материальности, любого материального бытия. Для этого они выбирают какой-то ментальный объект, идею и представляют себя в определенных состояниях. У меня нет времени на детали, но суть в общем такова. Эти состояния основываются на неком идеале, который воображается в уме. 4. Фиксируясь на идеале, на ментальном объекте, человек развивает свой ум до более высокого уровня. Достигнув этого состояния, человек подавляет любое стремление к чувственности и даже к существованию на тонком материальном уровне. Остается лишь стремление пребывать на уровне чистой ментальной жизни. 5. Отдалившись от грубого физического и тонкого физического тела, йогина пребывает в чистом ментальном состоянии. Кто-то спросит, как ум может существовать без материи, без материального тела. Можно развить ум до такой степени, чтобы жить без тела. Есть методы, позволяющие добиться этого. Но и в этом состоянии, пусть оно и чистое и ментальное, существует опасность вернуться, упасть и переродиться человеком. 6. Но йогины не видят этого. Им нравится такая жизнь. Они привязаны к ней и потому стремятся поднять свой ум до этого уровня через развитие концентрации. Они наслаждаются блаженством этого чистого ментального состояния и после смерти перерождаются как чистый ум. 7. Последователи других религий, даже некоторые йогины путают это состояние с нирваной, с совершенным счастьем, вечными небесами. Они считают, что на вечных небесах есть только чистый дух, чистая душа или что-то в этом роде. 8. С буддийской же точки зрения этот уровень включен в наш мир. Он не выходит за его пределы, хотя и находится выше материального мира. Он – часть нашего мира, нашей Вселенной. Он земной, он не является надмирным. 9. Когда развитая сила, позволившая достигнуть этого состояния, иссякает, это состояние прекращается, ведь оно все еще обусловлено. 10. Когда через миллионы, миллиарды лет сила истощается, йогины вновь оказываются в состоянии обычных людей, вновь перерождаются в нашем мире. 11. Но йогины не понимают этого. Они путают это состояние с вечными небесами и вечным блаженством. 12. Желая объяснить этот момент йогинам, Будда также давал разъяснение касательно природы подобного сознания. 13. Мы пришли к выводу, что сознание можно развивать тремя путями, и что оно может пребывать в трех состояниях, а именно в обычном состоянии, в том, в котором наше сознание находится сейчас, 14. В тонком материальном состоянии, а также в чистом ментальном состоянии. 15. Ум может развиться до одного из этих состояний или же опуститься до более низкого, неблагого, несчастного состояния, если человек позволит плохим, неблагим качествам появиться в своем сердце и будет наносить вред своей душе и уму. 16. В этом случае уровень ума понижается. 17. Такие состояния называются несчастливыми или состояниями опая. 17. Таким образом, мы приходим к выводу, что существует очень много уровней ума. 18. Также мы видим, что несчастливое или неблагое состояние ума обусловлено объектами чувств и принадлежит к чувственной сфере, к области чувств. 18. Другие два состояния относятся к двум другим областям. Одно к тонкому материальному уровню, другое к чистому ментальному уровню. 18. Итак, в соответствии с уровнями ума существует три типа сознания. 19. Самый низкий тип ума на пале называется камавачара-читта, другой, чуть более высокий, называется рупавачара-читта и высший тип ума – арупавачара-читта. 20. В зависимости от степени развития ума существует три вида сознания. 21. Степень развития сознания определяется силой концентрации. 21. Тем не менее, все перечисленные типы мыслей принадлежат этому миру. 22. Помимо них существует тип сознания, который находится вне нашего мира, тип сознания, который выводит вас за пределы этого мира. 23. Некоторые йогины, практикуя медитацию, видят несчастье и неудовлетворительность во всех трех мирах, трех сферах. 24. И они пытаются избавиться от этих миров, поскольку те обусловлены, подвержены изменениям, не постоянные, а ничча и неудовлетворительные. 25. Они пытаются уйти от этих состояний. 26. Будда давал методы избавления от этих состояний. 27. В этом и заключается уникальность учения Будды. 28. Более ни в одной религии нет объяснения природы явлений. 28. Речь идет о наставлениях по практике випассана, медитации проникновения в суть явлений. 29. Предположим, некто практикует випассану, а конкретнее медитацию сатипаттана. 29. Ее нужно практиковать поступенчато. 30. Вам потребуется некоторое время, чтобы проанализировать себя, чтобы проанализировать, кем вы являетесь, что у вас есть, чем вы обладаете. 30. Исследовав себя, вы понимаете, то, что вы называете «я» или «эго», на самом деле лишь ум и тело. 31. И помимо ума и тела, вы ничего не можете обнаружить в себе. 31. Итак, вы осознали себя, как грубое физическое тело. 31. Сперва вы разбираетесь с телом, так как ум настолько тонок, что сразу его не ухватить. 32. Так что вначале необходимо исследовать, проанализировать тело. 32. Исследовав тело, вы осознаете, что оно есть собрание вечно меняющихся материальных состояний. 33. Вы видите непостоянную природу этих материальных состояний. 34. Вы видите, что каждая часть тела непостоянна, а потому неудовлетворительна. 35. Вы видите, что в теле нет ничего, что обладало бы «я» реальным существованием. 36. Каждая часть тела является иллюзорной и лишена «я». 36. Далее вы переходите к уму, исследуете, анализируете, распознаете его. 37. Вы начинаете видеть, как работает ум, как мысли приходят и уходят, как появляются и исчезают. 38. Продолжая исследовать ум, вы начинаете замечать, в нем нет ничего неизменного. 39. Все в нем меняется. Каждая мысль – это изменчивый объект. 40. Каждое ментальное состояние – изменчивый объект. 41. В конце концов, вы осознаете, что все цепочки мыслей, которые вы называете умом, весь поток мыслей, а ум есть не что иное, как поток мыслей, появляющихся и исчезающих, подвержен изменению. 41. В этом потоке мыслей каждое сознание, каждая его часть изменчива. Они то появляются, то исчезают, следовательно, они беспокойны, в них отсутствует счастье, они неудовлетворительны и в то же время лишены «я». 42. Когда вы осознаете этот феномен, вы задерживаетесь на его исследовании и в дальнейшем вновь и вновь возвращаетесь к нему. 43. В конце концов, после длительной практики этой медитации, вы приходите к определенному состоянию ума, находясь на котором видите непостоянство, неудовлетворительность и иллюзорность всей вашей жизни. 44. В этот момент, когда вы до некоторой степени обрели правильный взгляд, вы с одной стороны видите эту непостоянную, неудовлетворительную и нереальную природу жизни, а с другой – мимолетный проблеск необусловленного состояния. 45. А с другой – мимолетный проблеск необусловленного состояния. 46. Это словно вспышка света. Впервые вас озаряет это видение. Если вы получаете это видение, это означает, что вы вступили на правильный путь самопознания. 46. Но этот этап еще не означает совершенство, и необходимо идти дальше. Нужно углублять медитацию. 47. Далее вы приходите к такому состоянию, когда видите природу своей жизни яснее, чем раньше, с одной стороны, и с другой стороны еще ярче видите необусловленное, противоположное состояние. 47. Это вторая ступень. Но все же необходимо идти далее и практиковать, развивать медитацию випассана дальше. 48. Затем, через некоторое время, вы достигаете третьей ступени, на которой еще ярче видите природу своей жизни и как следствие природу всего мира. 48. С другой стороны, необусловленное состояние предстает перед вами чрезвычайно ясно. 49. Но исследовав себя еще глубже, вы понимаете, что все еще привязаны к миру. 50. И вы начинаете исследовать, почему вы привязаны к миру, где находится тот объект, который привязан к миру. 51. Вы начинаете исследовать причину привязанности. Тогда вы находите все слабые места и исследуете их. 52. Вы все глубже и глубже изучаете собственную природу и в конце концов открываете ее секрет. 53. И тогда глаза вашего ума открываются, и ваша привязанность к миру, к земной жизни обрывается. 53. Вы пробуждаетесь к этому состоянию, находитесь в состоянии полного пробуждения. 54. Невежество исчезает. Именно невежество относительно природы ума привязывало вас к миру. 55. Но теперь, после того, как вы исследовали себя вдоль и поперек, вы достигли этой последней высшей ступени, 55. На которой видите свою истинную природу совершенно ясно. 55. В вашем сердце больше нет места невежеству. 55. Теперь вы в совершенстве понимаете, чем вы являетесь на самом деле и, как следствие, чем является мир, чем являются все живые существа. 56. Теперь вы все осознали. Вы осознали подлинную природу мира. 56. Это последняя ступень. 57. С одной стороны, вы видите подлинную природу обусловленных вещей. 57. С другой, в совершенстве, видите, необусловленное состояние, которое мы называем нирвадой. 58. Это последний уровень. 58. Итак, существует четыре ступени высшего пути. 59. Четыре уровня самопознания. 59. Четыре уровня самореализации. 59. Согласно этим уровню, существует четыре типа сознания. 60. Сознания, относящиеся, соответственно, к первому, второму, третьему и последнему уровню. 60. Итак, эти четыре типа сознания и следующие за ними другие четыре типа сознания, в которых испытывается необусловленное блаженство, относятся к высшему надмирному состоянию, к знанию, выходящему за пределы Вселенной. 61. Эти восемь типов сознания не принадлежат миру, поскольку их объект есть нирвана. 75. Этихия не принадлежат tie планирует altreознания. 83. Этихия не принадлежат, почему, pouvez уметь у них трехmark или interface виду"? 73. Пот 선택ız. 78. Этихия не принадлежат. Продолжение следует...